И обучением в школе, значит, Люся моя, вот, и, значит, плод тайной любви, дитя порока и так далее. Удивительно, но ко всем этим бессмысленным обвинениям Лайма всегда относится с юмором, и даже иногда сама их провоцирует. Мы любим прикалываться так, и иногда рассказываем журналистам о нашей первой брачной ночи. Вообще, фишку Лайма придумала. Хотите, я вам расскажу про мою первую брачную ночь с Леонтьевым? Это была просто ночь в купе. Мы оказались в одном купе, в поезде, из Риги в Москву. Когда надо было ложиться спать, я деликатно придумывал повод выйти из купе, куда-то пойти, чтобы она могла в это время переодеться в спортивный костюм, в котором ей было бы удобно спать. Потом она что-то придумывала, чтобы я мог переодеться. В общем, мы так себя довольно нелепо и глупо чувствовали в эту первую брачную. И вот, собственно, на том все и ограничилось. На демонстрации спортивных спальных костюмов ночных, пижамных. Впрочем, эпатирует Вайкуле не только прессу, но и своих друзей. Не так давно ее озорной характер испытал на себе Владимир Винокур, с которым Лайма родилась в один день. На моем юбилее, 5 лет назад, пойдет праздник, Лайма говорит, «Вова, чего же мы сто на по 100 лет? Ты молодой человек, я тоже. Ну, что ж так скучно мы празднуем этого в Метрополе? А выкатили торт». Она берет крем и пажет мне лицо, а я говорю, «Дурочка, у меня новый костюм». Она говорит, «Я знаю чистку феноменальную». «Я чайка из балтийского простора». «Я чайка из балтийского простора». Кажется, всегда принципиальная и категоричная Лайма полностью изменилась. Научилась ценить жизнь, мириться с чужими слабостями и прощать людям ошибки. Даже своему мужу Андрею она простила поступок, за который раньше устроила бы скандал. Несколько лет назад Андрей случайно потерял письмо от ведущего японского продюсера, в котором шла речь об очень важном и желанном для певицы контракте. Но Андрей потерял это письмо, в котором заканчивалось тем, что если вы не ответите, я воспрямую это как отказ. Мы не могли ответить, потому что фамилию запомнить нереально. Андрей потерял это где-то среди бумаг. Это, наверное, было то, о чем я сожалела. Успех в работе делает ее сильной и уверенной женщиной. А о слабости Хлаймы никому не следует знать. И, возможно, сегодня она впервые позволила узнать о себе немного больше. На снежную королеву она теперь совсем не похожа. Но иногда ей больше всего хочется закрыться дома, завернуться в одеяло и никого не видеть. Когда ты хочешь закрыться и выключить свет, и быть просто вот один, может быть, с телевизором, чтобы немножко так притупить свои ощущения. Небрежный наряд продуман до мелочей. И максимальная откровенность, на которую только способна сдержанная Лайма Вайкуле, которую вы не знали.